Масштабные проекты запланированы на 2017 год, отметил глава города на открытии форума «Управдом». В числе приоритетных задач – реконструкция парка «Победа», сквера на улице Пушкина. Планируется также продолжить работу по обновлению обелиска воинам, погибшим в ход Великой Отечественной войны. Принято решение войти в программу по развитию системы наружного освещения «Светлый город». Уже разработаны проекты, а на сайте администрации запущено голосование. Жителям города предложено выбрать проект, который необходимо реализовать в первую очередь. Также утверждена программа по ремонту дорог. В 2015 год, когда все жители буквально заметили ремонт дорог, мы ремонтировали их всего 15. В этот раз в два с лишним раза больше мы будем ремонтировать городских дорог. Также хочу сказать про дорогу, которая находится в региональной собственности, это улица Гагарина. Эта дорога также вошла в план капитального ремонта государственной программы Московской области. Также планируется ремонт ее в этот летний сезон. В разделе комплексного благоустройства сформированы акционы документации на выполнение работ. Перечень дворовых территорий на 2017 год у нас размещен на сайте администрации городского округа в разделе жилищно-коммунальных хозяйств. Все мероприятия комплексного благоустройства дровых территорий сейчас прошли стадию обсуждения и согласования с председателями Советов многоквартирных домов. В ноябре прошлого года в Орехово-Зуеве сменилась теплоснабжающая организация. В городе теперь работает предприятие коммунальной системы Московской области. Не считая находящейся в собственности котельную Карболит, у организации в аренде 34 ЦТП и Булерных. В эксплуатации 153 километра тепловых сетей, 22 котельные. Доставшееся наследство требует обновления. Запланирован ремонт двух котлов тепловых сетей. Замена и ремонт тепловых сетей составит 5300 погонных метров. В период подготовки к отопительному сезону наше предприятие также планирует подготовить и отремонтировать 44 участка тепловых сетей протяженностью ориентировочно 14,5 километров. Большой объем работ требует средств. Глава региона выделен на 136 миллионов рублей для подготовки к следующему отопительному сезону. Но при этом возникла проблема со сбором платежей. За несколько месяцев долг жителей перед новой теплоснабжающей организацией составил 70 миллионов рублей. При том, что задолженность перед теплосетью полмиллиарда. Директор ДЭС ЖКХ Сергей Емелин подчеркнул, что если собираемость останется на таком же уровне, предприятие коммунальной системы Московской области может постигнуть участь теплосети. Кроме того, говорилось о долговых квитанциях и платежных документах. Увидев долг или подозревая, что в квитанции сделана ошибка, жители не знают, как быть, куда обращаться. В результате идут на прием к главе города или в РЭО. При том, что в городе есть организация, занимающаяся этими вопросами, расчетно-кассовый центр. Все на Красноармейскую один. Там сидят расчетчики, у которых на каждый лицевой счет, а их 45 тысяч у нас в городе, заведена электронная карта. Когда вдруг вы не доплатили? Почему у вас не идет та самая математика в квитанции? И почему вы не можете понять? Вам расчетчик все объяснит. В числе других вопросов, рассмотренных на форуме «Безопасность использования газового оборудования», отчет управляющей компанией НКС за 2016 год. По завершению выступления участники форума перешли к общению с жителями города.